Выставка «Пунктиры памяти» открылась в музее имени Тахагоди. Виды, пейзажи, ландшафты, исторические места Дагестана конца 19-20 веков смогли увидеть присутствующие на старинных фотографиях. В познавательное путешествие «Прошлое Дагестана» через ретроспективу фотографий погрузилась и моя коллега Алина Багилова. Ей слово. Мне хотелось просто показать, вот знаете, очень разновекторно, то есть максимально раскрыть, вот знаете, как изнутри взять и вот так вот раскрыть этот букет под названием «Дагестан», показать каждый листик, каждое дерево, каждую тропинку, те места, половина вещей, половина строений, половина объектов, которые вы здесь видите, их не существует. В нем собраны фотографии, очень редкие, собраны фотографии Дагестана, очень разного. Его можно, условно, выставка можно поделить на такие разделы, как открытые храмы, места силы, крепости, оборонительные сооружения, исторические места, природные памятники. Почти вся выставка представлена в черно-белом формате. На фотографиях остановлены мгновения истории. Заброшенные аулы, древние святыни, места военных действий, кладбища шахидов и много других ценных фотографий, на которых запечатлены знаковые исторические события. Она посвящена последнему дню штурма аула Хольгу, 22 августа 1839 года, когда все-таки штурмом это укрепление, вот это вот было взято. Восемьдесят дней держали оборону царские войска, небольшой отряд возглавивший шамелеон находился здесь и удерживали восемьдесят дней. Что такое восемьдесят дней для лета в горах, это вот кто знает, кто поймет. Перед нами два вида одного и того же места. Это кладбище, которое называется кладбище шахидов. Она находится в селе Негимры. Она привлекает сюда внимание всех своим необычными стеллами надмогильными. И здесь похоронены все те, кто сражался в период Кавказской войны. На территории Дагестана находятся более 8 тысяч культурных и исторических памятников. Подобные мероприятия – это уникальная возможность окунуться в прошлое, увидеть его через призму фотографий, будто бы проходя по легендарным местам, овеянным трагической славой. Такая ниша какая-то, куда складываются надмогильные стеллы, которые находятся в округе и на дороге. Они все христианские. Вот, пожалуй, одна из самых известных рукотворных достопримечательностей Дагестана – черкейская ГЭС. Давшая название плотине «Большое село» вместе со своей самобытной историей, как Атлантида, осталась теперь на дне огромного водохранилища. Под толщей воды оказалась погребена память многих поколений. И вот это Черкей в предгорьях, недоище до Буинагска, крупное село. Там был большой минарет, мечеть, очень зажиточно жили люди. Сейчас вот где-куда все ездят, а-а-а, Слакский конец, Слакский конец. Вы не понимаете, что вы по могилам-то катаетесь, вот, фактически. Потому что ушло не только село, ушло это древнее кладбище, ушли археологические захоронения огромные. Алина Багела, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ Махачкала.